Комитет Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 26 октября рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта, предусматривающих отмену техосмотра. Об этом пишет газета «Коммерсант». В Нижней палате Федерального собрания находятся сразу два документа на тему отмены техосмотра. Первый внесен «Единой России» и уже поддерживается правительством и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Этим законопроектом предусмотрены поправки в закон о техосмотре, 170 ФЗ, согласно которым техосмотр становится добровольным для мотоциклов и машин-физлиц, не участвующих в перевозках. Пройти проверку и получить диагностическую карту нужно будет при перерегистрации легкового автомобиля старше четырех лет в ГИБДД, а также если в конструкцию транспортного средства вносится изменение. Обязательным техосмотр, как и сегодня, остается для грузовиков, автобусов и такси. Второй законопроект разработан «Справедливой Россией», в нем тоже предусмотрена отмена обязательного техосмотра, но с помощью иного механизма. Действие закона о техосмотре не будет распространяться на транспортные средства, принадлежащие физлицеам и используемые в личных целях. При этом автомобилистам не потребуется предъявлять диагностическую карту при продаже машины и при доработке конструкции. Оба законопроекта имеют право на жизнь, но больше преимуществ имеет наш законопроект. Решение примут 450 депутатов во время голосования на пленарном заседании, прокомментировал глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, член «Единой России». Напомним, 22 августа 2021 года в России вступил в силу закон, который освобождает автовладельцев от необходимости предоставлять при оформлении ОСАГО документ о прохождении техосмотра, диагностическую карту. Но это был шаг к упрощению покупки страхового полиса, формально техосмотр остался обязательным.